Уже третий день на полях района полным ходом идет уборка зимой пшеницы. С целью мониторинга жатвы 2017, в минувший четверг глава районной администрации Заур Хамирзов объездил некоторые фермерские хозяйства района. В осмотре полей принимали участие начальник управления сельского хозяйства Заур Самогов, главы Игерхайского и Бличепсинского сельских поселений Руслан Брафтов и Юрий Шовгенов, а также временно исполняющий обязанности главы Дмитриевского сельского поселения Муртаз Пшизов. 9 числа в районе начали уборку зимой пшеницы. Приступили к уборке четыре сельских поселений – Бличепсинское, Игерхайское, Дмитриевское, Игнатьевское сельское поселения. По началу уборки в районе урожайность составляет 50 центнеров с гектара. Свой объезд Заур Хамирзов начал с Игерхайского поселения. Участники рейда посетили поле земледельца Азамата Хагурова, где предстоит убрать 7,5 гектаров пшеницы, и 10-гектарное поле Мурата Конокова. Основными участниками жатвы здесь являются комбайнеры Азамат Хагуров и бибалет Айтеков, и водители Камазов Рамазан Пухов и Коральпи Брафтов. По словам главы местного самоуправления, всего на территории поселения планируется убрать 1300 гектаров ценной культуры. Учитывая слаженность в работе Игерхайцев, нет сомнений, что все необходимые работы здесь будут выполнены в самые кратчайшие сроки. Продолжился рейд посещением поля фермера Николая Цуканова в Дмитриевском сельском поселении площадью 124 гектара. Здесь второй день шла уборка главной сельхозкультуры, на которой задействованы механизатор Александр Коваленко на компании Дон-1500 и водитель Камаза Хазрет Пиштиков. Зная опыт и трудолюбие фермера, есть уверенность, что хлеб здесь будет собран с руки и без потерь. Завершился рейд на строительстве животноводческой фермы в ауле Бричепсин. Участник госпрограммы, начинающий фермер Адам Хамирзов, получив в нынешнем году грант в размере 2,5 млн рублей, под руководством деда, опытного сельхозтоваропроизводителя Ибрагима Хамирзова, тут же принялся за строительство комплекса. На сегодняшний день уже готов корпус, теперь проводятся внутренние работы. Техника, также закупленная на средства от полученного гранта, совсем скоро прибудет на место. По словам молодого фермера, в ближайших планах завершение строительства и закупка осенью 20 голов молодняка мясомолочной породы. Ибрагима Мисостовича знает все, его внук решил заняться молочным животноводством. Оформили документы на получение субсидий из федерального бюджета по программе животноводческая ферма. В общем, своих средств использовали 1 млн, более 1 млн и средств субсидий на 2,5 млн гранта выдали. Ну и условиям гранта, естественно, там по графику должен стоять корпус сам и заключенные договора с поставщиками. Как видите, в течение полутора месяцев корпус уже стоит. Я думаю, что к указанным срокам, Евгений Мисостович, эти все будут соблюдены. И осенью уже, да, предполагается? Да. Осенью уже, значит, завоз коров будет. На сколько голову рассчитывать? Ну, первоначально на 30, на 20 голову. На 20 голову. Ну, а в дальнейшем уже как пойдет, так и будет расширяться. Есть планы для расширения. У них самих, как бы, идея того, чтобы и корпус позволяет, чтобы большее число коров было. Соответственно, значит, если пойдет хорошо, значит, будет расширяться. Глава района остался доволен результатом проведенного рейда и пожелал земледельцам успехов во всех добрых начинаниях.